Помощь, которую человек оказывает своему врагу. К скверным последствиям грехов относится и то, что грехи эти становятся помощью, которую совершающий их оказывает врагу своему против себя же. Это войско, которое он дает неприятелю, чтобы тот с помощью этого войска воевал с ним же. Ведь Всевышний Аллах испытал человека посредством врага, который не покидает его и на мгновение ока не спит и не отвлекается от него. Враг этот и все племя его видят человека, тогда как он не видит их. Он враждует с ним постоянно, каким бы ни было положение, и строит ему козни при каждом удобном случае. Он призывает на помощь против человека своих соплеменников, шайтанов из числа джиннов, а также шайтанов из числа людей. Он расставляет для него силки и устраивает засады, ставит повсюду свои сети и капканы. Он говорит своим приспешникам, вот он, враг ваш и враг отца вашего. Да не ускользнет он от вас, и да не станет его долей рай, в то время как вашей долей будет адское пламя. И да не станет его долей милость, тогда как вашей долей будет проклятие. Вы ведь знаете, что позор, проклятие и отдаление от милости Аллаха постигли нас из-за него. Так усердствуйте же ради того, чтобы люди разделили с нами эту скверную участь, если уж мы упустили возможность пребывать в раю вместе с праведными из их числа. Всевышний Аллах сообщил нам все это о нашем враге и велел нам быть бдительными и готовить свое оружие против него. Всевышний Аллах знал, что Адам, мир ему, и его потомки будут испытаны этим врагом, которому будет предоставлен доступ к ним, и наделил их воинством, посредством которого они могут встретить этого врага. Но в то же время Всевышний наделил и этого врага войском, с помощью которого он ведет свое наступление на представителей рода человеческого. Это борьба длиною в жизнь, однако земная жизнь по сравнению с вечностью подобна одному вздоху по сравнению с целой жизнью. Аллах покупает, то есть принимает от верующих их жизни и имущества в обмен на рай. Усердствуя на пути Аллаха, они то поражают врага, то сами оказываются пораженными. Это неизменное обещание Всевышний дал нам в благороднейших своих писаниях Торе, Евангелии и Коране. Он сообщил, что нет никого более верного своим обещаниям, чем он, Всевышний, а затем велел им радоваться этой сделке. Ведь, чтобы оценить ее по достоинству, достаточно посмотреть, кто в данном случае выступает в роли покупателя, какова цена товара и кто заключает этот договор. Какое же преуспеяние больше этого и какая же торговля приносит большую прибыль. Всевышний Аллах сказал, подтверждая это. О вы, которые уверовали, указать ли вам на торговлю, которая спасет вас от мучительных страданий. Веруйте в Аллаха и его посланника и усердствуйте на пути Аллаха своим имуществом и своими душами. Так будет лучше для вас, если бы вы только знали. Он простит вам ваши грехи, введет вас навечно в райские сады, в которых текут реки, и в прекрасные жилища в садах Эдема, где вас ждет нескончаемое блаженство. Это великое преуспеяние. Будет еще то, что вы любите. Помощь от Аллаха и близкая победа. Сообщи же благую весть верующим. Сура Реды, аяты 10-13. Всевышний Аллах дает этому врагу доступ к его верующим рабам, его самым любимым творениям, потому что их усердие на его пути, наиболее угодное ему занятие, и усердствующим во имя него он отвел самое высокое положение, и именно они наиболее близки к нему. А самым важным участником этой войны с шайтаном он сделал главное из своих творений. Это сердце, сосуд знания о нем, любви к нему, подчиненности ему, обудия, искренности, упования на него и обращения к нему. Именно сердцу Всевышний поручил вести эту войну, послав ему на помощь воинства ангелов, которые не покидают его. Ему сопутствуют ангелы впереди него и ангелы позади него. Они хранят его по велению Аллаха. Сура Гром, аят 11. Они сменяют друг друга, и когда уходят один, приходит другой. Они поддерживают человека, побуждают его к благому, обещая ему почет от Аллаха и внушая ему терпение, говоря, ты должен потерпеть немного, и тебя ждет вечный покой. Всевышний Аллах дал человеку и другие средства борьбы с шайтаном. Это его откровения, его слова. Он направил к нему своего посланника, да благословит его Аллах и приветствует, не спаслав ему Писание, добавив тем самым ему силы, поддержки и оружие. И вдобавок ко всему этому он поддержал человека еще и тем, что наделил его разумом, который стал для человека советником и управляющим. Он поддержал его знанием, которое подсказывает ему и дает ему благой совет, а также верой, которая придает ему стойкости, укрепляет его и помогает ему. И твердой убежденностью, которая помогает ему видеть все в правильном свете. Так, словно он видит воочию награду, которую Всевышний Аллах обещал своим приближенным за борьбу с его врагом. Разум управляет его войском, знание позволяет правильно планировать военные действия, вера придает ему стойкости, сил и терпения, а твердая убежденность помогает уверенно идти в атаку. Всевышний Аллах наделил ведущее эту войну сердце силой явной и скрытой, сделав глаз его разведчиком, а ухо доставляющим ему вести. Язык дает ему возможность изъясняться, а руки и ноги – помощники сердца. И Аллах сделал так, что его ангелы и носители трона его просят прощения для него и просят, чтобы Всевышний уберег его от совершения скверных дел и ввел его в рай. И сам Всевышний Аллах защищает и оберегает его. И он говорит о верующих, «Это партия моя, а они и есть преуспевшие». Всевышний Аллах сказал, «Они – партия Аллаха, поистине партия Аллаха – это и есть преуспевшие». Сура препирательства, аят 22. «И он говорит о них, что они – его войско. Поистине наше войско одержит победу». Сура, стоящая в ряд, аят 173. Всевышний Аллах научил своих рабов, как вести эту войну с шайтаном, дав им четыре завета. Так Всевышний Аллах сказал, «О вы, которые уверовали, будьте терпеливы в покорности Аллаху и перед лицом испытаний, будьте терпеливее врага и оберегайте границы и бойтесь Аллаха, быть может, вы преуспеете». Сура семейства Имрана, аят 200. Без этих четырех действий невозможно вести эту войну. А у человека не будет терпения, если он не будет воспитывать его в себе путем терпеливого сопротивления врагу, шайтану и борьбы с ним. Начав же тягаться с врагом в терпении, человек ощущает потребность охранять границы сердца своего, дабы враг не проник в него, а также оберегать свои глаза, уши, язык, утробу, руки и ноги, ибо все это границы, пересекая которые шайтан стремится испортить и привести в негодность все, что удастся. Под охраной границ подразумевается именно это. Нельзя оставлять эти границы без защиты, потому что иначе враг, улучив минуту, пересечет границу и проникнет туда, куда его нельзя допускать. С подвижники посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Аллах были лучшими из людей после пророков и посланников и больше всего остерегали шайтана и стремились защититься от него. Но в день битвы при Ухуде они оставили позиции, которые им велено было не оставлять, и враг зашел с той стороны, и произошло то, что произошло. Однако ось, вокруг которой вращаются эти три действия, это богобоязненность. Ни терпение, ни терпеливое противостояние с врагом, ни охрана границ не принесут пользы без богобоязненности, а богобоязненность зиждется на терпении. Посмотрите же теперь на то, как схлестнулись два войска, как выстроились рядами воины обоих лагерей. Ты то побеждаешь, то оказываешься побежденным. Царь Неверия явился со своими войсками и обнаружил, что сердце в крепости своей восседает на троне царства своего, и его помощники исполняют его веления, и он в окружении войск своих, которые сражаются за него и защищают его. Таким образом, царь Неверия не может напасть, не заручившись поддержкой некоторых его военачальников и воинов. И вот он спрашивает о наиболее приближенных к нему войнах. Ему говорят, это душа. Тогда он говорит своим приспешникам, мол, войдите к ней через желанное для нее, и посмотрите, что она любит, что является объектом ее любви. И сулите, и обещайте ей это. Отпечатайте на ней желанное для нее наяву и во сне, и когда она совершенно успокоится, накрепко привязавшись к этому, то цепляйте ее крюками страсти и тяните к себе. Когда она закрывает сердце, то встает на вашу сторону против него, и тогда вы завладеете границами глаза, уха, языка, рта, рук и ног. Стерегите же потом эти границы самым тщательным образом. Когда вы войдете через душу к сердцу, то либо погубите, либо плените, либо тяжело раните. Не оставляйте же эти границы, и не позволяйте отряду входить через них к сердцу и изгонять оттуда вас. Если же не сможете ничего поделать, то старайтесь ослабить отряд таким образом, чтобы он не добрался до сердца, и если даже и добрался, то слабым, не способным никак защитить его. Когда же вы завладеете этими границами, то стерегите границы глаза так, чтобы взор человека не приносил ему назидание. Сделайте так, чтобы он смотрел и смотрел на бесполезное и запретное, и находил его благом и забавой. Если же он все-таки бросит такой взгляд, который принесет ему назидание, то портите его посредством взора, отдаляющим от поминания Аллаха, находящим скверное благим и идущего на поводу у страсти, ибо такой взор ближе ему, желание для души его и легче для него. Не упустите же границы глаза, ибо именно через них вы можете достичь желаемого. Поистине я ничем не портил потомков Адама так, как взглядом. Поистине через него я бросаю в сердце семя страсти, а потом поливаю его водой мечтаний, а потом я обещаю ему и сулю до тех пор, пока не укреплю в нем решимость последовать этой страсти и не поведу его за повод страсти к греху. Не оставляйте же без внимания эту границу и портите ее, как только можете, и внушайте человеку, что в том, чтобы смотреть на запретное, нет ничего страшного. Говорите ему, сколько нужно тебе посмотреть, чтобы это побудило тебя прославлять Творца и размышлять о том, как прекрасно это сотворено. Ведь этот прекрасный образ для того и создан, чтобы служить для смотрящего указанием на Создателя. Аллах дал тебе глаза не просто так, и он создал этот образ не для того, чтобы скрывать его от взоров. Если сможете заполучить таким образом невежественного и неразумного, то говорите, этот образ – одно из проявлений истины и явлений его. Призывайте его принять утверждение о единстве бытия, а если он не примет его, то утверждение о Боговоплощении общим или особом. И не довольствуйтесь для него меньшим, ведь так он становится братом для христиан. А потом ведите его к обету безбрачия, отрешению от мирского, невежественному поклонению и аскетизму. Ловите в этот капкан невежественных. Ведь такой человек относится к величайшим моим союзникам и воинам. Более того, сам я отношусь к числу его воинов и помощников.